Любовь и воля Таким образом, всякому живому существу присущи воля и любовь, в соответствии с которыми оно и действует, и в основе движения каждого совершающего движения лежат любовь и воля. И не будет у всего сущего благополучия, если и движения их и любовь их не будут посвящены исключительно их Творцу и Создателю, ведь они не могли бы существовать, если бы Он не создал их. Поэтому Всевышний Аллах сказал, если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы. Сура Пророки, аят 22. И Он не говорил, они бы не появились, или их бы не было. И Он не сказал, они бы исчезли, поскольку Всевышний Аллах способен оставить их существовать и в разрушенном виде. Однако, они уже не могли бы существовать нормально, благополучно. Для этого необходимо, чтобы единственным объектом их поклонения и поклонения тех, кто в них, был только Аллах. Если бы у мира было два Бога, то порядок в них был бы очень серьезно нарушен, ведь каждый старался бы одолеть второго и одержать верх над ним, оспаривая у него божественность. Ведь наличие сотоварищей – недостаток, противоречащий совершенству божественности. А Бог не согласится быть неполноценным Богом. И если бы один из них победил другого, то победитель был бы Богом, тогда как побежденный не мог бы быть Богом по определению. Если же они не могут победить друг друга, значит, оба они бессильны и несовершенны, и не могут обладать совершенной божественностью. Тогда получается, что над ними должен быть еще один Бог, способный победить их обоих и правящий ими, а иначе каждый бы обособился с тем, что создал, и старался бы одолеть второго. А из-за этого небеса, земля и все, что в них, пришло бы в негодность. Ведь то же самое случается, когда одной страной правят два царя, чьи силы равны. То же самое произошло бы, если бы одна женщина имела двух мужей, и со стадом верблюдец, в котором было бы два верблюда-вожака. Главная причина нечестия в мире заключается в разногласиях правителей. Именно поэтому недруги стали угрожать мусульманам лишь тогда, когда у тех появилось много правителей, так что каждый начал править своей областью, и при этом они старались одолеть друг друга. Благополучие и порядок в небесах и на земле, а также гармонично упорядоченная жизнь творений относятся к числу наиболее явных доказательств того, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и ему хвала, и он может все, и что любой объект поклонения, кроме него, существующий в пространстве от самого трона до земных недр, является ложным. Всевышний Аллах сказал, «Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают ему. Ведующий сокровенное и явное, он превыше тех, кого они предают ему в сотоварищи». Сура верующие, аяты 91-92. Вот как толкуются эти аяты в одном из тавсиров. Аллах не брал себе детей, и никогда не было никого достойного поклонения помимо него. Ведь если бы был иной достойный поклонения, то у каждого были бы свои творения, и между ними имело бы место противостояние, как между земными царями, и миропорядок нарушился бы. Поистине Всевышний Аллах превыше того, чтобы приписывать ему сотоварищей и детей. Тафсир Муясар. Всевышний также сказал, или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать. Если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы. Аллах, Господь трона, причист и далек от того, что они приписывают ему. Его не спрашивают о том, что он совершает, а они будут спрошены. Сура Пророкии, аяты 21-23. Вот как толкуется этот аят в одном из тафсиров. Если бы на небесах и на земле были иные божества, распоряжающиеся ими, то воцарился бы хаос, и Аллах, Господь трона, превыше того, что приписывают ему невежественные неверующие, возводя на него ложь и утверждая о наличии у него разных изъянов. И к доказательствам того, что Всевышний – единственный творец, и что лишь он достоин поклонения, относится то, что с него не спросится за то, что он предопределил и постановил, тогда как все его творения будут спрошены об их деяниях. Тафсир Муясар. И Всевышний Аллах сказал, «Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали бы другие боги, то они непременно искали бы путь к Господу трона». Сура «Ночное путешествие», аят 42. «Некоторые ученые сказали, то есть они боролись бы и старались бы одолеть друг друга, как делают цари в этом мире. На это указывает сказанное в другом аяте, и одни из них возвысились бы над другими». Сура «Верующие», аят 91. «Наш шейх, ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал, то есть они искали бы путь к нему посредством приближения к нему и покорности ему. Так как же вы поклоняетесь им помимо него? Ведь даже если бы они были божествами, как вы утверждаете, то они являлись бы его рабами». Это подтверждается следующим образом. Во-первых, Всевышний Аллах сказал, «Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучений от него». Сура «Ночное путешествие», аят 57. «То есть те, кому вы поклоняетесь помимо меня, являются моими рабами, как и вы, и они надеются обрести мою милость и страшатся моего наказания, так почему вы поклоняетесь им помимо меня?» Во-вторых, Всевышний Аллах не говорил, что они искали бы путь против него, а сказал, что они искали бы путь к нему, а так говорят, когда подразумевают приближение. Это подобно словам Всевышнего, «Бойтесь Аллаха и ищите пути приближения к нему». Сура «Трапеза», аят 35. «Когда же речь идет о противостоянии, то говорят «путь против», а не «путь к», как в словах Всевышнего, «если же они подчиняются вам, то не ищите пути против них». Сура «Женщины», аят 34. В-третьих, они не говорили, что их божества противостоят Аллаху и стараются одержать верх над ним. А Всевышний Аллах сказал, «Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно искали бы путь к Господу трона». Сура «Ночное путешествие», аят 42. Они говорили, что их божества ищут приближение к Аллаху и заодно приближают к Нему тех, кто поклоняется им. Таким образом, Всевышний Аллах как будто говорит им, «Если бы все было так, как вы утверждаете, то эти божества были бы моими рабами, так почему же вы поклоняетесь моим рабам наряду со мной?» Следствие любви. У любви есть следствие и спутники. Следствие эти могут быть похвальными и порицаемыми, полезными и вредными. Человек может испытывать любовь и ощущать тягу к объекту любви, он может чувствовать сладость и стремление, ощущать близость к объекту любви и связь с ним, а может расставаться с ним и отдаляться от него. Могут иметь место отвращение и покидание, радость и веселье, плач и печаль, а также другие следствия любви и спутники ее. Похвальная любовь – это полезная любовь, которая приносит испытывающему ее пользу в этом мире и в мире вечном. Эта любовь помогает ему обрести счастье, а любовь, причиняющая вред, это любовь, которая приносит испытывающему ее вред в этом мире и в мире вечном. Такая любовь несет человеку злосчастье. Известно, что живой и разумный человек не станет выбирать любовь, которая вредит ему и делает его несчастным. Так поступает лишь тот, кому присуще невежество и несправедливость. Поистине, душа может любить то, что причиняет ей вред и не приносит ей пользы. Это одно из проявлений несправедливости человека по отношению к самому себе. Бывает, что душа не знает о положении объекта своей любви, то есть любит его, не зная о вреде, который несет в себе эта любовь. Это положение того, кто следует своим страстям без знания. Бывает также, что душа знает, какой вред заключен в этой любви, однако предпочитает свои страсти этому знанию. Иногда, любовь ее имеет две составляющие. Неправильное убеждение и порицаемую страсть. Таково положение того, кто следует предположениям и тому, чего желают души. Неправильную, скверную любовь человек испытывает как результат невежества и неправильных убеждений или же одолевающей страсти, либо смешение всех этих, подкрепляющих друг друга составляющих. В этом случае сомнение, затрудняющее распознавание истины, соединяется с ложью, приукрашивающей объект любви в глазах человека и страстью, которая заставляет стремиться к его обретению. Таким образом, войска сомнения и страсти помогают друг другу против войска разума и веры, и победа достается сильнейшему. Учитывая сказанное, следствие любого вида любви соответствует ему. То есть, все последствия полезной и похвальной любви, приносящей счастье рабу Аллаха, также полезны, и постановление шариата относительно них, такое же, как и относительно вида любви, которая является их причиной. Если он плачет из-за этой любви, то это приносит ему пользу. Если он грустит из-за нее, то это также приносит ему пользу. Если он радуется, то это приносит ему пользу. Если он напрягается, то это приносит ему пользу. Если расслабляется, это также оказывается полезным для него. Таким образом, он переходит от одного следствия своей любви к другому, оставаясь в выигрыше и сохраняя силу. А все следствия любви, причиняющие вред, также причиняют вред тому, кто испытывает эту любовь, и отдаляют его от Господа. И переходя от одного ее следствия к другому, он постоянно оказывается в убытке и все больше отдаляется от Господа. Таково положение всякого действия, происходящего от послушания Аллаху, либо ослушания его. Все, что является следствием покорности ему, прибавляет человеку благо и приближает его к Аллаху, тогда как все, что является следствием ослушания его, наносит человеку убыток, отдаляя его от Аллаха. Всевышний Аллах сказал, это потому что жажда, усталость и голод, постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им, как добрые дела. Поистине Аллах не оставляет без награды творящих добро, которые спешат исполнить его веления и соблюдают права Аллаха и его творений. Какое бы большое или скудное пожертвование они не делали, какую бы долину они не пересекали, это записывается им, как благое дело, дабы Аллах воздал им, как за лучшее из того, что они совершили. Сура покаяния, аяты 120-121. В первом аяте Всевышний Аллах сообщил, что за все, что становится следствием их покорности и благих деяний, им записывается награда, как за благие деяния. А во втором аяте Всевышний сообщил, что и сами их благие деяния, которые они совершили, запишутся им. Разница между этой категорией и упомянутой ранее заключается в том, что относящаяся к первой категории не является их деяниями, а представляет собой следствие их деяний. Но за эти следствия им записывается награда, как за благие деяния, а вторая категория, собственно, благие деяния, которые и записываются им. Пусть же ставший жертвой страсти подумает о сказанном в этих главах, чтобы понять, что приносит ему пользу, а что вредит. В день представления дел он узнает, что было упущено, и на чашу весов с благими делами положено не было.